Неандертальцы это пик атрофической пирамиды, то есть это вот самые супер-супер мега хищники, которые более хищники, чем вы какие-нибудь с медведями. Численность и плотность хищников большой быть не может, поэтому плодились не так себе. А кроманьонцы пришли из тропиков, где ресурсов на порядок больше, поэтому можно плодиться гораздо бодрее, и они просто задавили демографически. Это мы знаем и по количеству стоянок банально, и по плотности орудий, скажем, на стоянках. Можно почитать примерно по очагам, например, сколько их там человек жило. У неандертальцев всегда все эти стоянки меньше по размеру, и по расстоянию между стоянками они реже расположены. По стенкам на костях еще давным-давно рассчитала гормональный статус неандертальцев, и он у них был смещен в мужскую сторону, то есть мужские половые гормоны, андрогены, у них зашкаливали. Ну и для мужиков это круто, они брутальные были такие суровые мужики, а для женщин это не очень круто, потому что повышенный процент мужских половых гормонов у женщин приводит к тому, что у них проблемы с беременностью, с родами, с выкармливанием, и, короче, детишки мрут.